Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней, неуловимый бег, тогда весь мир ты примешь как владение, тогда, мой сын, ты будешь человек. Джозеф Редвер Киплинг Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Ивановского общественного телевидения, очередной выпуск научно-просветительской программы «Просто о сложном». Сегодня мы говорим об архитектуре, и в гостях в студии Александр Владимирович Захаров, кандидат архитектуры, профессор, почетный архитектор России. Здравствуйте, Александр Владимирович! Александр Владимирович, а архитектура – это наука или искусство? Вечный вопрос. Я бы сказал, что архитектура как явление, как процесс, безусловно, находится на двух ипостасях – на научной и творческой. Я бы еще добавил сюда третью ипостась – это культура, которая формируется в результате всех факторов, связанных с искусством. Нельзя сказать, что в искусстве вообще без науки обходится, потому что вся история архитектуры, любого вида искусства, как правило, развивается на достижениях науки. Простой пример. Появляется портлан-цемент, например, в архитектуре, появляется бетон. Появляется бетон, появляются новые архитектурные формы, купола, складки. Если вдруг у нас в истории появляется металлокаркас, появляется стекло, появляются хрустальные дворцы и так далее. И это мы видим сейчас. Поэтому еще один пример можно привести. Например, стиль конструктивизма и архитектуру, советскую архитектуру 70-х, 50-х годов. Как бы по форме, очень близкие. В то же время в конструктивизме гораздо больше искусства, а в советской архитектуре гораздо больше науки. Потому что, например, массовая застройка с жилыми домами, она, как правило, основывалась на эргономических данных и физиологии человека. То есть и экономика, самая оптимизированная на основании, опять же, данных о человеке. Поэтому сказать, что нужно утверждать, что это все-таки неразрывная вещь. Архитектуру как деятельность – это научно-творческий процесс. И в то же время есть ученые степени по архитектуре. Ну а как же? Без этого никак. Потому что глубокое изучение предмета и объекта исследования. Ведь у нас, если мы возьмем человека, то в архитектуре он рассматривается как индивидуум. Причем мужского и женского типа. Как социальная группа. Например, школьники, спортсмены, студенты, пенсионеры, маломобильные группы населения. То есть они требуют для себя определенных условий. И, соответственно, надо же изучать эти закономерности, связанные именно с этой социальной группой. Ну и плюс общество. Мы говорим, мы жили в социалистическом обществе. Кто-то жил в капитализме. Если возьмем феодализм, там своя система и своя структура общественного, так сказать, организации. Соответственно, поскольку архитектура летописк камня, она отражает все явления, которые происходят в обществе. А как бы вы оценили современное состояние архитектуры в России? Ну, на сегодняшний день, я считаю, если говорить очень общими словами, я думаю, она в поиске. Она, конечно, с первых дней более-менее стабильной экономики бросилась в какие-то уникальные проекты. И это здорово, это современная архитектура. Но ведь нельзя забывать о том, что архитектура, она еще, получается, в настоящее время выглядит как интернациональная. Не важно, там комплекс Москва-Сити, например, в Москве стоит или в Дубае. В Дубае такие дома, которые могут стоять и в Китае, и где угодно, в принципе. Поэтому российская архитектура, на мой взгляд, она находится в стадии поиска именно через общественное сознание и общественный заказ. У нас пока не сформированы эти две позиции, поскольку наше общество, оно и еще как бы часть страницами советского общества, и с формированием каких-то новых взаимоотношений. Появляются, соответственно, новые структуры, типы зданий, сооружений, новые типы жилья и социума жилья. Поэтому я хочу сказать, что она еще в поиске. Для науки очень много, так сказать, поле большое. А вот в 90-е годы архитектурные вопросы, застройки городов были отданы муниципалитетам на откуп. Ну и очень большая эклектика вследствие этого появилась в застройке. Насколько она, на ваш взгляд, оправдана архитектурно-чисто? Ну, был сделан как бы добрый посыл. Посчитали, что именно люди, проживающие в каком-то пространстве, и знают, что им интереснее, и могут как бы с большей вероятностью проконтролировать, так сказать, последствия современных веяний и так далее. Но, опять же, здесь мы сталкиваемся с первым вопросом, а сколько науки, а сколько искусства? И может ли муниципалитет сам по себе, то есть те органы, которым доверили формирование архитектурного пространства, архитектурной среды, могут ли они самостоятельно в рамках своих полномочий и имеющиеся в них научной и производственной базы реализовывать свои собственные идеи или, так сказать, решать какие-то новые задачи. Или задачи на государственном уровне. Например, то же самое строительство жилья, оно не может быть везде одинаковое, потому что разные географические условия, природные условия. Поэтому государство и закон построил, то же самое строительный кодекс, трехчастный, трехуровневый, точнее, уровень государственных полномочий, уровень субъекта и уровень муниципалитета. То есть, ну, надо понимать правильно, что каждый решает эту задачу. Если вы не можете решить задачу на своем уровне, надо передавать либо в верхнюю инстанцию и, соответственно, решать эти задачи профессионально. Но вы ведь работали и главным архитектором города Иваново, и главным архитектором города Кинишмы, и в государственной структуре работали, в департаменте строительства Ивановской области. Вот чисто практически, на ваш взгляд, вот эти полномочия, которые были у муниципалитетов, они оправданы были, на ваш взгляд? – Я думаю, оправданы. Но нельзя и не говорить о том, что все-таки многое зависит от коллектива. Я могу с уверенностью сказать, что если выбирать Кинишму, то Кинишма в архитектуре была до Захарова, Кинишма была архитектура при Захаре и была после Захарова. Это отмечает население. И, конечно, было время разное. И, соответственно, были задачи и возможности разные. И все равно были, и сейчас это все отслеживается, все это видно, все эти вот, именно то, что влияние отдельных людей, и особенно муниципальных служб, оно очень яркое и сильное. Многое зависит от них. Это можно сказать и про Иванова. Мы видим, у нас меняются административные команды, и, соответственно, меняются задачи, меняются схемы их реализации. Что-то подсказывает время, что-то идет как инициатива от руководства. Ну и, конечно, от тех людей, которым поручается исполнение каких-то конкретных задач. – Да, но в то же время меняется облик городов. – Абсолютно, конечно. – Если мы вспомним то, что было в конце 80-х годов, например, то радикальные изменения. – Да, согласен. И это естественно. Опять же, меняются общегосударственные какие-то положения. Даже брать жилищный кодекс, который повлиял сильно на генеральные планы всех населенных пунктов. Где бы одним из пунктов было доведение индивидуальной жилой застройки в процентном соотношении до 50 от всех остальных. В то время как Иваново, как генеральный план, был запроектирован уже теперь 36 лет назад, был запроектирован практически с уничтожением частного застройки. И это, в общем, серьезный вопрос. Спасибо. И следующий вопрос после короткой рекламы. Александр Владимирович, а как Вы считаете, архитектурный облик города, он влияет на его жителей, на их сознание? Абсолютно, абсолютно. Каждый человек должен гордиться своим домом. И это в физиологии заложено. У человека есть потребность жить лучше. И, соответственно, если молодежь, дети, находясь на нашем городе, они должны видеть и динамику его развития, улучшение, благоустройство, комфорта, повышение. Абсолютно с этим согласен. Не зря же люди уезжают из неблагополучных территорий, в более развитые, где не сама работа даже интересна. Сейчас с работой проще. Есть интернет, как говорится, можно работать и в домашних условиях. Но среда, в которой мы живем, она воспитывает, она заставляет нас быть и красивше, и умнее, аккуратнее во всех отношениях. Так что, считаю, что это обязательные условия для общества повышать культуру, пространство в жизни. А вот такая борьба за сохранение культурного наследия, на Ваш взгляд, она оправдана сейчас или нет? То, что вот люди с огромными сложностями сталкиваются, например, для ремонта памятников, истории культуры, архитектуры. И в итоге они стоят не отремонтированно и портят облик города, потому что их в несколько раз дороже отремонтировать, чем если бы это было обычное здание. Вы сами сказали слово «борьба». Это плохо, что у нас борьба, а не содружество в этом направлении. Мы знаем такие крылатые фразы, что человек не помнит чьи родства, у него не будет будущего. Поэтому я очень с трепетом отношусь вообще к исторической застройке. Но то, что Вы говорите, она разрушается. Здесь явно, так сказать, правильное желание, правильный посыл немножко исказил саму реальность. Создано такие условия, что ни хозяин, ни какой-то профессиональный подрядчик не может сделать реставрационные работы или просто капитальный ремонт, потому что это памятник архитектуры. Я вот здесь считаю, что перегиб очень серьезный. Легче было бы делать не на таком уровне, что организация должна быть лицензирной, соответственно, она становится монополистом, она повышает расценки, поскольку это якобы какая-то сложная работа. Лучше бы это была дополнительная экспертиза, историческая, краеведческая, любая другая. Качество принимал какая-то комиссия от ведомства, связанного с культурой, с охраной памятников. Это было бы гораздо проще, потому что, Вы правильно сказали, дороговизна идет именно в разделе документации, лицензирования. И расценок на эти работы. А на самом деле те же самые работы. По сути, да. Александр Владимирович, Вы 22 года заведовали кафедрой архитектуры. Вот сейчас со стороны уже что Вы можете сказать о современной подготовке архитекторов Иванова? Ну, могу сказать, вот за эти 22 года и более 30-летний период научно-педагогической деятельности я познакомился со школами архитектуры всей России, от Дальнего Востока до Прибалтики. И знаю, что очень много регионов считает это достоянием региона, что у них есть архитектурная школа. И это является брендом вот самих регионов. Я знаю, как соревнуюсь там Нижний Новгород с Самарой по поводу архитектурных объектов, по поводу творческих работ, участия в конкурсах и так далее. Вот. Как заведующий кафедрой я возил и наши работы студентов, дипломников на международные конкурсы. И были хорошие результаты, хорошие достижения. И во Флоренции выступали, и получали диплом МОСА, Международный союз архитекторов. Вот. И хочу сказать, что это очень важно, чтобы эта школа существовала. Насколько я знаю сейчас, к сожалению, я сейчас там не преподаю, но, мне кажется, количество студентов по архитектурному направлению нужно сохранять, а точнее увеличивать или вернуть на то, что было в году, скажем, в 10-м, в 6-м. Вот. Потому что это очень сложный процесс образования архитектора. И тем более, что в наше время привозить архитекторов, ну, это не дешевле. Честно говоря, ведь не только надо гениальных архитекторов иметь, нужно рабочих архитекторов иметь, которые могут создавать проектную документацию. Иначе, к сожалению, архитектура сейчас не вышла на этот уровень рекламной презентации. У нас не все понимают, что архитектура – это искусство слишком длительного периода. Мы же сейчас гордимся египетскими пирамидами, там, древней римской культурой. Да, это же сколько тысяч лет пройдет. И что останется от нашей архитектуры? Вот суть в чем. Поэтому архитектурная школа, я думаю, в настоящее время переживает общие проблемы образования, которые попадают под некоторые рамки государственные. Но, еще раз говорю, во многом образование архитектурное должно быть поддержано всеми уровнями власти нашего региона. Потому что, еще раз говорю, это специальность. Ну, если мы слушаем и видим телевидение, где президент выступает, повышение качества городской среды, то, в первую очередь, касается архитекторов. Ну, где же нам их взять? Мы можем, конечно, приглашать людей, которые плохо знают местные традиции, местные пространства. Я считаю, что надо их выращивать в своих. И какими вам видятся перспективы развития архитектуры в ближайшем будущем? Архитектуры? В целом архитектуры. Я думаю, что самый путь должен быть, на мой взгляд. Ведь архитектура, она во многом зависит, еще раз, от социального заказа. Какой будет у нас социальный заказ? Мы будем развивать доступную архитектуру, с одной стороны, и, например, уникальную, с другой стороны, создавая некоторые бренды, образы населенных пунктов. Поэтому я думаю, что она будет развиваться именно по пути, с одной стороны, доступности, а с другой стороны, формирование все-таки индивидуальности городских пространств. То есть, с одной стороны, развитие же технологий строительных происходит. Абсолютно. То есть, уже намного проще любые вещи делать. И с другой стороны, есть большой запрос на удешевление индивидуального. К сожалению, эти два момента, они как раз и убирают часть искусства в плане индивидуальности. Мы сейчас видим, как я уже сегодня говорил, что архитектура, она становится интернациональной. Она может стоять везде. Стекла могут стоять и в Ханты-Мансийске, стеклянные здания, как аэропорт у них, так он может стоять и в Сочи, и в Иваново, и где угодно. И сказать, что он там имеет какую-то принадлежность, кроме, может быть, каких-то условных орнаментов, еще чего-то. А в целом она превращается и за счет технологий, и за счет современных материалов. Потом еще ведь у людей тоже разные вкусы есть. Одни считают, что так красиво, другие так. Это неизбежно. Поэтому формирование общей культуры, как раз и говорит о том, что должна быть какая-то стратегия. И все-таки, опять же, не зря нам третий уровень Горостроительного кодуса говорит о том, что ваша стратегия может быть выработана самим. Понимаете, вот добавлено ко всем имеющимся общегосударственным, современным тенденциям, вы можете еще что-то сделать свое. Вот это очень важный вопрос. Какое оно свое, и кто его должен сделать? Есть ли такой орган, например, в регионах, который занимается этим конкретным вопросом? Стратегии развития территории, стратегии ее какого-то архитектурно-гостроительного образа, и так далее, экономического образа. Вот надо посмотреть. Я считаю, что у нас такого органа нет. У нас есть исполнительные органы, но вот в СССР, например, был Иван Гражданпроект. Это как раз тот институт, который занимался стратегией и перспективой развития гражданской архитектуры. Ну, был ГПИ-6, промышленной архитектуры и так далее. То есть сейчас этого органа, проектного, научно-исследовательского, сейчас есть исполнительный орган, но там свои задачи. Там задачи по реализации, а вот кто создаст эти программы, эти, значит, образы, кто защитит для их реализации. Такого органа пока, к сожалению, нет. Ну что же, Александр Владимирович, очень интересный был разговор. Будем надеяться, что содружество все-таки архитектуры с властью, оно будет более тесным. И как наука, и как искусство архитектуры, она будет иметь такое перспективное будущее. Наша передача подошла к концу. Сегодня мы говорили об архитектуре. И в гостях в студии был Александр Владимирович Захаров, кандидат архитектуры, профессор, почетный работник архитектуры России. И в следующих наших передачах мы продолжим наши разговоры о науке. Редактор субтитров А.Семкин